Здравствуйте! Меня зовут Марина. Я приехала сюда с мужем. У него была наркозависимость. Мы сами из города Черновцы. Ехали мы сюда, конечно же, с надеждой вылечиться. Вообще, как в понимании простых людей вылечиться? Вылечить душу, вывести из крови весь яд и от всего избавиться. Но на самом деле, тут в клинике мы поняли, что надо лечить всё, что заложено в голове. Все проблемы, которые есть в душе. Потому что тут нам рассказали, что это зависимость от того, что человек не удовлетворён. Не от того, как думают большинство родителей или жён, что попробовал, что веселился. А от того, что есть какой-то дискомфорт. Если человеку хорошо, он это не делает. Я ехала сюда, как бы, чтобы поддержать мужа. Чтобы контролировать, пьёт ли он лекарства. Чтобы смотреть, ходит ли он на процедуры. Но, приехав сюда, я очень много для себя научилась. Я вылечила свою психику, свою душу. Я поняла, как мне общаться с мужем, чтобы он был здоров. Я поняла, что мне надо поменять в себе. Потому что это не только проблема зависимого человека. Это проблема всей семьи. Если поменять отношение к таким людям, не обвинять, не пилить, не упрекать всю жизнь в том, что ты такой, что ты наркоман или алкоголик. Просто поменять своё отношение. Потому что человека другого мы изменить не можем. А своё отношение к проблеме и к человеку мы можем поменять. Тут меня научили прощать. Убрать обиды из своего сердца, из своей души. И понять мужа. Понять, где ему тяжело. Поддержать. И тут я разобралась в себе. Я поняла, что мне надо поменять. Я поняла, в чём проблемы мои психологические. Которые, наверное, ещё заложены из моих детских проблем. И которые отразились на наших отношениях. Тут я научилась жить правильно. Для своей семьи, для мужа и для себя. Это происходило само по себе? Пришло к тебе? Или были какие-то специальные занятия, встречи? Нет. Всё я поняла благодаря работе психологов, конечно. Психологов, психотерапевтов. Я посещала все занятия для сопровождающих. Это обязательно. Не стоит пропускать. Очень большая ошибка мам, жён и других сопровождающих в том, что они думают, что я знаю, как мне вести себя с мужем или с сыном. На самом деле мы ничего не знаем. Очень важно посещать все занятия. Обращаться, если надо, с персональными вопросами к психологу. Потому что тут никто не откажет. Тут психологи вникнут в глубину именно вашей проблемы. И подскажут, как вести себя именно в вашей ситуации. Как твоё настроение сейчас? Вы уезжаете сегодня? Сейчас настроение отличное. Я знаю, что все проблемы ушли. Я знаю, что дома мы об этом не будем говорить, не будем вспоминать. Начинается новая жизнь. Мы не просто уезжаем из больницы. Мы начинаем новую жизнь. Не хватает просто слов благодарности персоналу и лично Виталию Ивановичу. Просто спасли жизнь человеку. Смотрю на головах слезы. Ну это слёзы радости. Вот приехали сюда, были слёзы на глазах от обиды. А сейчас слёзы благодарности и радости. Каким ты Андрея сейчас видишь? Человеком, которого я полюбила. Всё вернулось. Он стал таким, каким был. Который всё хорошо соображает. Который собранный. Который воодушевлённый. Да, какие-то новые события. У него есть желание менять что-то. Чего-то достигать. Вот так. Вам теперь с ним по пути. Да, конечно. Только вперёд. А что бы ты хотела сказать людям, которые ещё думают, которые ищут пути решения проблем? Не стоит сомневаться. Нужно ехать только сюда. Только в эту клинику. Истина всегда познаётся в сравнении. Не есть чем сравнить. Мы пробовали другие методы лечения. Но всюду лечат только тело. То есть, все яды выводятся из крови, из организма. Но вся проблема, которая заложена в голове, все эти проблемы, это всё остаётся. И все остальные типы лечения не дают результата. Тут проблему убирают именно оттуда, где она существует. Обязательно надо ехать в клинику. Это точно даёт результат. Вот тут есть результат таков, каким он должен быть. Наркомания, алкоголизм – это излечимо. Это точно. Теперь я это знаю точно. Эти слова звучат как лозунги, да? А здесь оно проходит, наверное, через душу? Да, конечно. Ну, у меня был месяц, чтобы всё пропустить через себя, чтобы всё продумать, чтобы всё понять. Очень важно прислушиваться к тому, что тут говорят. Вот именно делать так, а не пропускать через уши. Всего хорошего. Спасибо большое. Всего дороги. Спасибо. Больших свершений. Радости и здоровой жизни. И вам также. Спасибо за вашу работу.